Лагеря В честь открытия лагеря его воспитанники прошли в парадном строю. Пускай пока не все в ногу шагают, но делают это с самоотдачей, отмечают военнослужащие. К каждому взводу представлен офицер, который проводит с ними занятия по военному ремеслу. Прямо с плаца гвардейцы отправляются на стрельбище. Устройство автомата изучают пока в теории, но уже через пару дней начнутся настоящие боевые стрельбы. Многие из них автомат в руках держат не в первый раз. Автомат разбирал куда-нибудь? Да, в АБЖ. На АБЖ разбирал? В школе. Ступни? Среди, среди. Среди участников лагеря кадеты, ребята из неблагополучных семей, а также дети сотрудников МВД и офицеров, погибших при исполнении воинского долга. Для них вопрос о том, идти служить в армию или нет, уже решенный. Однозначно идти. Хочу узнать, как в дальнейшем служить в армии, хочу подготовиться, чтобы в дальнейшем было не сложно, а легче. За время пребывания в лагере ребята своими глазами увидят, как организован солдатский быт, получат возможность пообщаться с боевыми офицерами, а также посмотреть образцы современной военной техники. Кроме того, для участников лагеря запланированы спортивные и экскурсионные программы. Идея создания такого лагеря получила высокую оценку руководства Нижегородской области. Очень правильное решение приняло руководство Приворского федерального округа об организации таких оборонно-спортивных и оздоровительных лагерей, потому что у ребят открываются совершенно по-другому глаза на службу в армии. Армейское руководство отмечает, название для лагеря «Гвардеец» выбрано не случайно. Для нас, 20-й гвардейской краснозуменной общевой войсковой армии, сегодня маленький праздник. На выпала честь принимать участников оборонно-спортивного и оздоровительного лагеря на территории нашей армии. Работа лагеря продлится 18 дней, после чего на смену восьмиклассникам приедет 300 старшеклассников и начнется вторая смена. Всего же с армейским бытом познакомится 600 юных гвардейцев. Ким Андреев, Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ, Мулино.